Здесь расположится алтарь, сердце любого храма. Настоятель, протеерей Дмитрий Наумов, проводит небольшую экскурсию и рассказывает гостям историю основания святыни. Несколько лет назад на ее возведение жертвовали всем миром. Думаю, что это будет во благо нашему любимому городу и нашей Родине. В храме на левом берегу тысячи прихожан. Здесь же воскресная школа, а в ней с недавних пор появился новый кружок. Теперь все дети и взрослые смогут поучиться глиняному делу у тех, кто давно освоил это мастерство. У кого нулевое образование, тот садится, лепит глину, лепит то, что он умеет, лепит то, что хочет. Особенно дети. Им бесполезно там давать, конечно, стаканы, кружки делать или прочее. Они лепят то, что хотят. Собачек, кисок, ну и так далее. Потихоньку втягиваются, привыкают к глине, привыкают к работе к ней. Уже начинают делать и тарелочки, и даже кружки. Любого цвета, размера и формы. Поначалу лепить с глиной непросто. Материал только кажется податливым. Но, приложив чуточку усилий, может получиться вот такая рыбка. Сегодня я лепила первый раз. Мне очень понравился сам процесс. Очень все хорошо объясняют, что делать. И процесс очень расслабляет. И мне кажется, каждому ребенку, даже взрослому, это может понравиться. Правда, всем, кто решит создать свой авторский глиняный предмет, придется запастись терпением. Когда тарелка, кружка или фигурная статуэтка готовы, им нужно дать время, чтобы полностью высохнуть. А это 2-3 недели. После изделие поместят в специальную печь. И только потом его можно будет забирать домой. Я с удовольствием пришла сегодня тоже на мастер-класс, чтобы ощутить снова атмосферу и порадоваться. Придя сюда однажды, скорее всего, гость вернется снова. Ведь гончарная мастерская при храме – это не просто творческая студия. За порогом остаются все мысли, дела и заботы. Сегодня я попробовала собственными руками тоже сотворить некую фигуру. Сложно, непросто. Но время, проведенное здесь, оно очень важно, потому что в такие моменты понимаешь, что нужно уметь вовремя останавливаться, делать передышку и общаться не только на какие-то рабочие темы, но общаться друг с другом, поговорить о жизни, о доме, о душе. Очень светло здесь, хорошо и тепло. Занятия в гончарной мастерской, без сомнений, идут на пользу всем прихожанам. А те, в свою очередь, искренне благодарны храму за возможность проявить себя в творчестве. Родители воскресной школы и наши преподаватели обратились ко мне с просьбой, чтобы вот эти средства, которые мы получаем от занятий в этой художественной студии, были бы направлены на строительство этого прекрасного храма. На глине останавливаться не планируют. Помощники настоятеля Владимира Наумова предложили ему создать при храме настоящую творческую школу. Хотелось бы, чтобы было здесь нашим ребятам интересно, не только были основные уроки православного вероучительного направления, но и также были творческие занятия, чтобы их было много, чтобы ребятам было интересно. Гончарная студия при храме появилась в рамках проекта «Мы первые». В будущем здесь планируют открыть несколько мастерских, где детей и взрослых будут учить исконно русским народным промыслам. Нина Липанова, Вильфрид Демковский, Новости, Химки ТВ.